Здравствуйте, Феликс! Здравствуйте, Александр! Очень много к вам накопилось вопросов у наших зрителей, у прессы, и я так полагаю, что у правоохранительных, так называемых, органов тоже. Поэтому давайте по порядку. Первый вопрос. Вы сейчас в России находитесь или за ее пределами? За пределами. За пределами. Вы находитесь в Европе или в другой части света? Это уже не суть важного. Хорошо. Я нахожусь в более-менее свободной стране. В более-менее свободной стране. Хорошо. Вопрос номер два. Как вы прокомментируете тот факт, что в сентябре 2012 года вы в интервью политвестнику представлялись как гражданский активист? Александр, дело было в том, что я тогда всячески возмущался этим захватом, рейдерским захватом леса. И там, кроме политвестника, это было по ТВ, по Москва-24 показывало. Вот. Я-то вообще не ждал, что вы там будете. А пришел лес защищатель. А то, что приехали 24, Москва-24, там еще кто-то. И политвестник, я даже не был в курсе заранее. Два раза уже приехал, я сказал свою позицию. Вот так. Теперь вопрос следующий. Почему вы свое скандальное последнее интервью дали именно нашему каналу? Потому что я в течение декабря, января, февраля искал, кому его дать. Но дело было так, что когда мы пришли на марш 13 декабря, ну где-то в декабре, там марш против подлецов, смотрю, висят эти таблички там, ждем информации по 6 мая. Типа там 20 арестованных, там все прочее. Я думаю, ага, дело значит серьезное. Значит его... Но я так особо не следил, вот, и думаю, ну надо помочь, то есть это выяснить истину по этому эпизоду, насколько информация-то есть. Хотя тогда еще Куштов расплачивался. Несмотря на это, у меня все равно было... Я должен сразу всем сказать, что и взять деньги, потому что, сами понимаете, когда 100-200 тысяч в месяц отдаешь адвоката, деньги нужны по-любому, когда это государство тебя заставляет платить за то, что ты не обязан. То есть в любом европейском, там, в Европе, в Америке, все это уже давно мне платили кучу денег. Тут я обязан отстегивать этим адвокатом, там, да, вот, мошенникам, опять же, как выяснилось. Вот, и мне бы, конечно, надо было брать деньги, поэтому я связывался с Куштовым. Я все равно его имел на мере изначально, как бы, ну не то, что снизить, а рассказать об этом, как это все происходило. То есть, чтобы я такой был злодей, там, говорить, слить, не слить, но рассказать правду, вот у меня было желание и выяснить, что там происходит. Я поэтому не отказался, конечно, я даже обрадовался. Но, конечно, изначальным мотивом было то, что мне сказали, дело закроют, дело несправедливое. Вот, все этим занимались делом. Ну, Пономарев, причем Пономареву я все это рассказывал, Степанову рассказывал еще в мае про участие в хейнштейновских миссингах, там. Вот, все, они все это знали, они никуда не вынесли. Ну, флаги им в руки, то есть вот такие у нас правозащитники. Ну, конечно, не буду начать, потому что у них, как бы, считается, что у правозащитника политик не суются. Он расплатывает каждый конкретный эпизод, то есть, ну, каждого конкретного человека судил. Что, чем он ему может помочь. А тут, получается, судьба многих людей. И я больше, нет Пономарева, нет Тепанова, нет кого никаких вопросов по этому делу не слышал. Значит, ну, когда я увидел эти паблички, вернулся, ну, начало своих бостей, раз думаю, так, значит, я сообщу, что я знаю. Звоню в этом, ну, как называется, звоню по указанным телефонам, там, комитет 6 мая, мне говорят, приходите в офис Парнаса. Ну, не хочу я приходить в офис Парнаса, я не знаю, кто там, давайте вначале встретимся в удобном мне месте. Начинаю спрашивать, с кем вы работаете? Они говорят, ну, вот мы там собираемся в офисе Льва Пономарева. Я на что объясняю, что, вы знаете, дорогие товарищи, я не совсем уверен, кто такой Львов Пономарев. Вот, я не хочу ничего плохого говорить. Может, он честный правозащитник, но такое впечатление, что он не очень, как бы, выкладывает душу в свою работу и, скажем так, пропускает мимо ушей многое, то есть, неэффективен, мягко говоря. Феликс, скажите, пожалуйста, а на вас, вы уже выходили, то есть, вы давали уже там, в той стране, какие-то показания? Вы говорили, что готовы дать нам... Да, давал, давал, какие-то показания давал, но пока я не давал на международные СМИ, здесь вопрос какой-то очень интересный возник. То есть, когда я обратился в инстанции, получилось, как бы, все вот мои показания не дошли даже до верхушки тех заинтересованных, которые должны были получить. Но я надеюсь, сегодня дойдут. Это выяснилось вчера. Вчера, то есть, обратились в ХИАС и в Центральное управление ООН. И выяснилось, что то, что я говорил на интервью, там, пять часов распинался, там, давал показания на камеру, этого у них нету. Вот, ну, так, по крайней мере, пока. Либо это где-то, ну, скажем, в архив, там, я не знаю, либо ждет своего ученца. Ну, как так до сих пор? Получается, руководство ХИАСа и УВКБ, оно до сих пор не уведомлено. И вот я поэтому надеюсь, что сегодня некоторые известные люди, не буду называть фамилии, наконец-то это дело передадут по адресу, где это должно, и далее это пойдет международному прессу. Вот, именно. И теперь еще один вопрос, который мне тоже задают очень многие. Вы говорили, что вы провокатор. А какой смысл нам вам верить? И когда вы говорили правду? Тогда, когда выступали за Нургалиева? Или вот теперь? Александр, я просто говорю вот как есть вот сейчас. Тогда, конечно, я старался выглядеть убедительной, ну, когда вы метели за Нургалиева, да? Ну, я же говорю, что мне это было смешно, это правда. Вот, а почему? То есть я же и не был провокатором. Я свою цель выполнил. Я какие-то хоть, ну, минимальные действия предпринял, чтобы узнать, как все это изнутри, что действительно люди очень глупые. То есть вот я согласен, то, что когда говорят крендовское, вот это, ну, как они глупые люди, а действительно так. Потому что они-то на что рассчитывали? Что я идиот, да? Ну, формально считаюсь. Все, что я потом буду говорить, можно списать на бред сумасшедшего. Они же умно поступили, они не взяли человека компетентного, там, пользовавшегося авторитетом, доверим. Они взяли человека формально шизика. Вот в этом, конечно, их ум есть. То есть... А вы себя позиционируете как психически нездорового человека или... Я считаю так, что российская психиатрия, коррумпированная, которая все делает по указке ФСБ, там я считаюсь формально шизиком. И как бы спорить здесь нельзя, потому что доктору типа виднее. Есть европейская психиатрия, здесь меня тоже осматривал психиатр. Он сказал, что я не нуждаюсь в лечении там, в госпитализации. Здесь я был осмотрен психиатром ВКБ. Вот он сказал, что типа не видит оснований для госпитализации таких серьезных, но они тоже не видят. Соответственно. Еще один вопрос. Один блогер, некто Костят, утверждает, что вы много лет назад в Крестах кому-то подбрасывали наркотик. Сейчас я могу рассказать про этого Костяда. Это Константин Жингель. В общем, человек довольно неординарный. Потому что он переписывался с Шульгиным. Вы можете прочитать в одной книжке, ну, трептомин, который я знал, любил. Книжка Шульгина. Кто такой Жингель? Он присылал новые способы изготовления 3-альфаметилфентанила в американские спецслужбы и новые способы изготовления взрывчаток. Тем самым он хотел, чтобы его забрали в Америку. В Америку его никто не забирал, несмотря на это. То есть вот сколько он пытался к ним подмаститься. Он в Виталии ждал визу. А потом между нами произошла ссора. Ну, на почве двух девчонок. То есть первая девчонка покончила с собой, когда я там настучал ее мужу о ее поведении. Вот это была любовь всей жизни, Кристина. Ну, Жингеля, я имею в виду. А вторая девчонка, это была подруга его друга. Мы как бы ушли там куда-то попивать без видов Жингеля. И он очень обиделся. Вот, и вот он начал... А потом дальше я поехал в Черноголовку, в опрос без Жингеля. Получают результаты анализов из Америки. Там химические реактивы. Но новые не реактивы, а новые вещества послали в Америку через фирму Карцева. Синтез. Вот. В итоге результаты пришли в Черноголовку. И он вначале Жингель не отдавал. После моего визита с Жингелем, я звоню Карцеву, говорю, где результаты, обещанные тесты из Америки. Он говорит, я все Жингелью прислал. Жингель, говорит, я ничего не получал. Я пришел к Жингелю, стал требовать. Говорю, если ты мне не можешь заплатить за поездку в Москву, то отдай хотя бы результаты. Потому что, ну, это все-таки представит научную ценность. И он мне отказался. На что я его просто обидел. Ну так вы... Одну секундочку. Так вы все-таки подбрасывали на Коми? Я никому не подбрасывал. То есть вы не подбрасывали. И самый последний вопрос к вам, Феликс. Вас уже ищут. Вы можете как-то прокомментировать, что вас все равно найдут. Тут есть такие предположения. Вас ищут российские спецслужбы. А нафига им это надо, с одной стороны? Что они будут делать? Ну вот они доставят меня в Россию после этого интервью. После того, как все попадет в западный сми. Что они будут со мной делать? Будут кричать, что они нарушили международные соглашения по беженцам? Не, ну как, заставят вас отказаться от своих показаний? Сказать, что вы как были провокатором, так и остались, спровоцировали. Вот политвестник. Провоцировал политвестник. Но это же все еще смешнее. Чем дальше, тем смешнее получится. Я думаю, лучшее, что они могут сделать, это просто попытаться заколоть меня психушки до смерти. Либо, если они смогут меня вывезти в Россию откуда-то. Либо убить. А ставить дать показания, все равно, что все будет смешно и мало кто в это поверит. Потому что, может, он будет предоставить и вот это хотя бы видео. Вот. Вы настаиваете на том, что беспорядки 6 мая заказали силовики? Слушайте, ну, смотря какие. Это же неизвестно, кто именно. И я же не знаю точно, с кем связан Кушт. Еще раз повторю. Вы называли фамилию Хабибуллина, Норгалива. Я не видел. Это все было со слов Куштова. Со слов Куштова и еще одного человека, которого я сейчас не хочу называть. Вот. А про Хабибуллина, это он говорил, когда мы спрашивали, все-таки, чья это инициатива и на кого мы можем опереться, если там какие-то высокие там чины подъедут с нами разбираться. Они, значит, говорили, что все с ним говорено. Даже вот то, что это были именно милицейские провокции, подтверждается тем, что задержанных практически мгновенно отпускают, за полчаса, за час. Но всех на этих миссингах антихейнштейновских, что совершенно контрастируется с задержаниями оппозиционеров и, ну, любых других там. Да, потому что их так быстро не отпускать, как там сутками держат, там, кому-то 15 суток. А здесь всех полчаса, час, там, штаб 500 рублей, то задерживали далеко не все. То есть хотя бы вот это доказывало. Вот такой вот, такой момент. Вот. Спасибо вам большое, Феликс, за ваши ответы. Давайте все-таки держать связь и хотя бы, ну, один раз в неделю созваниваться по скайпу. Я вот, ну, обращался же, говорил, ребята, помогите, вот в моем деле там в этом. А говорил, ты понимаешь, что дело-то не к тебе, дело там, вот пока Путин не уйдет. Я говорю, ну, что значит Путин не уйдет? Я почему разочаровался во многих оппозиционерах? Потому что вот они все что-то считают, что там лайки выложили там в ВКонтакте, вот делу помогли там, какой Путин плохой. А ведь когда я призывал вот послушать, ну, как-то объединиться, выработать серьезную протегию, например, массовый выход из гражданства Российской Федерации, обращение там экстренное международный прибынал, коллективное. Меня же никто не слушал, со мной никто не хотел разговаривать. Я поэтому на них зол тоже, на оппозицию так же, как и на ласть. То есть не с тем, с другими я не мог найти общего языка. Понимаете? Конечно, я пытаюсь добиться вот этого международного уровня, но, опять же, это очень трудно и ничего не получается. Вот. Спасибо. Спасибо вам большое, Феликс. Спасибо. Доброго вам здоровья, удачи и, пожалуйста, будем на связи. Всего вам доброго.